Всем привет! В этом выпуске вы узнаете, что же случилось с Логаном, а я пока пью кофе. Жду свою очередь. Приехал я на любимый автоцентр Европа. Сейчас будем менять масла. Машину я обслуживаю только у них. Я хочу, чтобы машины Логан были история официала и у них. Будет все понятно, что делать. Так же, как по Пассату. Пассат будем продавать. Будет понятно, что делать. Когда менялось, все прозрачно, красиво будет. Сейчас покажу, что я купил, сколько денег за это заплатил. Ну и, понятное дело, будет работа стоить денег. 5 литров, 5 В-40 и литр еще. Фильтр масляный, воздушный, все фильтра. Вот накладная. Специально вам показываем. Чик-чик-чик-чик-чик. И вот такая сумма. 1549 гривен. 56 тысяч километров. Первая проблемка. Машина начала отход закипать. Вот видите, когда открываешь, крышечку вот так получается. Как, блядь, все стало жестко здесь. Нормально. Что, я подъезжал к машинке, долили жидкость, добавили еще масло. Ничего не дало. Машинка проехала 10 километров, снова загорелась, что греется двигатель. Надо ехать на текстанцию, смотреть. Возможно, помпа, возможно, прокладка прогорела. Непонятно. Вскрытие говорят, покажет. Так что, вот так. Новая машина 58 тысяч. Вот такие нюансы есть. Мы здесь. Кубачок сняли, уже моют. Получается, теплообменник масляный. В нем там была трещина. И оно пошло масло в систему. Это означает, что у нас был заводской брак. Вот настолько надежные моторы 0.9. Так как машина обслуживалась уже на автоцентре Европа, это не гарантийный случай. Плюс здесь стоит газ. Очень будет сложно качаться. Вот детальки моют. Вот видите, насколько они грязные внутри. И машина как бы стояла ночью. Я вам сейчас сниму видео, покажу, что по трекеру машина не ехала никуда. Да, здесь я видел, доливал, был очень сильно удивлен. Слава богу, что мотор ничего, никаких ошибок не било, ничего не было. Машина не ездила. Долили, включили печку сразу, чтобы она остывала. Рено, я вам расскажу сейчас некоторые секреты. Вы же знаете, что у меня не одна машина, а их две. Сейчас немножко отойду, здесь очень шумно. Пока иду по огромной инстанции. Здесь столько подъемников, столько машин. Что могу вам рассказать? Рено, Логан, дизель и бензин. Это две разные машины. Объясню почему. Первый раз, когда у меня заскрипели тормоза на Логане белом 7833, я такой думаю, ну, наверное, колодку надо менять. Мы пришли, диск 0, колодки 0. Чтобы вы понимали на сравнении для дизельных машин, там совсем было все по-другому. Мы там поменяли очень поздно диски. Сначала только одни колодки поменяли. Качество пластика другое. Короче, две разные машины. Что вы хотите, если вы покупаете бюджетную дешевую машину, вы от нее не можете ничего крутого требовать. Поэтому не удивляйтесь, а просто берите себе и катайтесь, либо не покупайте эти машины. Следующий автомобиль, который я буду брать, это будет исключительно дизель. Потому что дизельная машина, она надежная, она классная. У нее запас хода большой, не надо доливать бензин, делать ТО газовое. Газ я обслуживаю, вы знаете, на официальной, не будем рекламировать какой. Вот, плачу 550 гривен за раз. Доливаешь этот бензин, постоянно какая-то вот... Короче, мне не нравится, ребят. Не рекомендую бензиновую машину покупать. Как мне сказали на автоцентр Европа, похоже на это, что это заводской просто брак. И она умерла. Машина стояла ночь, она не работала вообще. Она сделала второй заказ. Она ехала справа на левый берег и загорелся датчик буквально где-то в километре до клиента. Вот как раз мы довезли и все, и начинали заниматься этой проблемой. Спасибо, что вы меня смотрите. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации. Рыношки я набрал. Они говорят, приезжайте, показывайте. Но так как газ и стал в другом месте, обслуживаюсь я тоже в другом месте. Это не гарантийный случай, поэтому я буду платить сам. Всем спасибо за просмотр. Это был Богатый таксист. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok